Полиция Франции задержала одного человека после теракта в Нормандии. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на собственные источники. Француз Ауланд провел экстренное совещание с силовиками. Президент сообщил, что ИГИЛ объявила стране войну. Запрещенная, в том числе и в России, группировка не замедлила взять на себя ответственность за захват заложников в католической церкви в пригороде Руана. Вместе с министром внутренних дел я хочу поддержать население коммуны, которая пережила такой удар. Я встретился с семьей священника, которого убили два террориста. Они заявили о своей принадлежности к ИГИЛ. Отдельная благодарность нашей полиции, которая быстро вмешалась и предотвратила еще большее количество жертв, а также всем экстренным службам. Мы столкнулись с огромным вызовом. Уровень угрозы остается высоким, даже несмотря на то, что мы пережили за последнее время. Группировка ИГИЛ объявила нам войну, и мы должны дать отпор всеми средствами, но не забывать о рамках закона. Именно поэтому мы демократическая страна. Жертвой вооруженных экстремистов стал священник Жак Амель. Ему было 86 лет. Почти 60 из них он отдал служению Богу. Радикалы заставили его встать на колени, а затем перерезали священнослужителю горло. Еще один из пленников получил серьезное ранение. За его жизнь борются врачи. Захват церкви случился во вторник утром. Всего боевики удерживали пятерых. Среди них два прихожанина и две монахини. Одной удалось бежать, она и подняла тревогу. Силовики застрелили захватчиков, как только те вышли за порог храма. Сообщается, что один из них в прошлом году пытался бежать из Франции в Сирию, но его задержали и отправили в тюрьму. После освобождения он находился под судебным контролем и носил электронный браслет. Захват заложников нормандской церкви решительно осудил Ватикан. Папа Римский назвал его абсурдным актом насилия. И передал слова поддержки всему французскому народу. Соболезнование Пятой Республики передала также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Высказался и бывший президент Франции, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии Николай Саркази. Он призвал пойти на жесткие меры и изменить всю стратегию борьбы с терроризмом. По его словам, нужно проявить решимость и безжалостность, а не отвлекаться на юридические тонкости. Теракты в Европе. Вообще, отчего ее так штормит? Обсудим с писателем Эдуардом Лимоновым. Сейчас он в гостях у моего коллеги Сергея Королева в студии LiveZVUK. Эдуард Вениаминович, я вас приветствую. Прежде всего, Франция. С этой страной вас связывает, ну точно, целая жизнь. Вы только, если не ошибусь, пять лет, как негражданин, кажется, этой страны. Что там вообще, на ваш взгляд, происходит? Теракт за терактом, какое-то безумие. И насколько правы те, кто обвиняют в случившемся власти? Как вы думаете? Я полагаю, что Франция, конечно, жемчужина в короне Калифата, то есть ЕГЭ. Поскольку там до переселения народов, вот этого вселенского, состоявшегося вот в эти годы, там уже жили 7 или 8 миллионов арабов. И началось это еще в 60-е годы, помните, с отпадением Алжира. Тогда около миллиона беженцев бежали из Алжира и осели во Францию. И в том числе многие семьи, которые участвовали на стороне Франции в этом конфликте с Алжиром. И ничего удивительного, там критическая масса давно накопилась. Представляете, 7 или 8 миллионов, это, простите меня, очень много на 65 миллионов населения всего. И, конечно, сейчас Аллах, как вождь, он крупнее Оланда, и сомнений в этом нет. И ИГИЛ таким обаянием зла дышит на мусульман всего мира. И, конечно, это закономерно, что люди бегут туда и идут. Это борьба против современного мира, да, вот она налицо. Это не террористическая организация, как нам постоянно говорят. Это террористическое мировоззрение. Они считают, что они борются с Римом. Надо победить Рим. Рим для них это все и христианские ценности, и светские ценности, и даже Россия тоже Рим. Мы относимся к этой же категории. А знаете, какая штука? Вот почитала ваш живой журнал перед нашей беседой, сейчас уже не о Франции, но тоже о Европе. Вы там Германии, например, в которой, согласитесь, на редкость неспокойно, шансов не даете почти. Ну, в каком смысле? Руководству ее. Вот так и пишите. После теракта в Ансбахе смените уже лидеров страны и миграционную политику тоже в топку, как говорит народ. Это, мол, не психи у вас бушуют отдельные, а политики давно с ума все посходили, иначе вам не выжить. А чего же так радикально или другие методы не возымеют действия, и никак старушка Европы не успокоится? Я полагаю, что просто времена так быстро-быстро катастрофически изменились, а европейские государства и их правительство продолжают исповедовать толерантность, желание жить со всеми в мире. Я тоже за то, чтобы жить со всеми в мире, но другая сторона не согласна, понимаете, они восстали против всего нашего, назовем это так, хотя я Европу терпеть не могу, между нами говоря. Значит, в Германии, почему я внимание такое уделил в Германии? Если вы заметили, четыре дня подряд каждый день убийства. И очень смешно себя ведут немецкие журналисты и спецслужбы немецкие. Они говорят, что это не теракты. Девять человек завалил парень из Ирана, да, это не теракт. Они считают, что теракт это должно быть как бы в категории религиозных причин для вот этого убийства. А убийство есть убийство. Это все равно теракт. Множественное убийство, вызванное, значит, направленное на то, чтобы запугать людей. Все понятно. С Германией я начал, но это та общая проблема для всей Европы. Вы видели и в Бельгии то же самое, и во Франции, о которой мы только что говорили. То есть это огромная проблема. Там будут сейчас меняться, конечно, правительства на куда более радикальные. К сожалению, другого выхода из этой ситуации нет. Уже французская полиция не ведет переговоры. Сегодня они говорили об этом, никаких переговоров. Они стреляют. И то, что они сделали в этой истории со священником, захватом заложников, с монахиньми, они стреляли. И, на мой взгляд, правильно делают, совершенно верно. Благодарю вас, уважаемый господин Лимонов, за экспрессивность. Как всегда, оставляю вас Сергеем Королевым. Мы зрители, точнее слушатели, насколько я знаю, уже лайв-звук, тоже готовятся вас в хорошем смысле слова растерзать. Мы беседовали с писателем Эдуардом Лимоновым об участившихся терактах в Европе.